Диагноз ремонт. Уже почти год, как Ужгород погрузился в состояние не проехать, не пройти. Уставшие от улучшения местные жители возмущаются и задаются вопросом, почему все работы проводят одновременно. В этом попытались разобраться и наши корреспонденты. Перекопанная площадь Георгия Кирпы. Первое, что видят приезжающие на железнодорожный вокзал в Ужгороде. В городе сразу несколько улиц и площадей ремонтируют одновременно. Сколько придется стоять в пробках или потратить на объезд, не угадаешь, жалуются водители. Весь город раздолбан. Мало того, что множество улиц начат ремонт в прошлом году и не закончено. Улицы в очень плохом состоянии. Сделали ямы под асфальт. Про ямы опять забыли. Почему это не сделать сразу? А это уже центр Ужгорода, площадь Пэтефи. Здесь горы, глины и камней. Идет реконструкция уже почти год. За такой период, часу, и оно стоит, что люди ходят с детьми, за всем, то это вообще. Уже можно было 10 раз, если бы сделали так, как нужно. Но мне кажется, это полнейший бардак. Может, денег видно, что они работают. Потом, может, пару дней вообще не быть ни одного человека. Насколько я понимаю, в цивилизованных странах такое делается буквально за неделю. То есть это просто ужас такой, да? Перепахали весь город. Некоторые депутаты горсовета не исключают. Работы затягивают специально с согласия руководства города, чтобы выкачать как можно больше денег из бюджета. Как все выглядит? Заключается договор. 30% аванса перераховывают подряднику. Он разрывает улицу и ничего не делает. После этого меняет полгода. Он дает перерахование. И вот приклад улицы Шумной. И с 12 миллионов, вот мэр сказал, уже до 20 миллионов вартист ремонта выросла. Никаких финансовых злоупотреблений, уверяют в мэрии. Мол, стоимость работ вынуждены пересчитывать, так как растет минимальная зарплата, дорожают стройматериалы. И добавляют. Подрядчикам довольны. Он все делает по графику. Если берем по мережам, по площади Шандара Петтофи, работы практически завершены. Они идут с выпережением. Это, что касается пешеходной сделки, это отдельный темат. А вот в прокуратуре подозревают, что с ремонтами действительно не все в порядке. Распочуто криминальное проведение относительно служебных людей в Департаменте местного господарства Ужгородской районы и служебных людей, которые, согласно договору, выполняют реконструкцию за фактами служебной недвижимости, зловживания владой или служебным становищем, привлечения растраты майна, особенно в больших размерах. Правда, экспертизы, назначенные в рамках расследования, проведут в лучшем случае только в ноябре. В мэрии же пообещали подробностям пешеходную часть площади Петтофи отремонтировать до октября, а площадь Кирпы до 1 мая, буквально за две недели. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород.